Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на этой дороге по книге Откровения, по книге Апокалипсиса. Вы знаете, я хочу процитировать ее с конца. «Блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова книги сей». Поэтому есть особое блаженство, когда мы с вами вникаем именно в книгу Откровения, потому что это было написано не просто в конце Библии, потому что у нас эта книга стоит в конце, а это еще и потому, что она написана как отдельная книга, потому что Библия – это собрание книг. Поэтому тот, кто читает книгу Откровения и вникает, есть такой для него пункт важный. Блажен такой человек, но который не просто слушает, не просто читает, но кто действительно исполняет то, что он слышит. Поэтому мы с вами туда заглядываем не просто ради праздного любопытства. И вы знаете, эта книга всегда меня увлекала, начиная с юности. Конечно, много было непонятного. И даже мне тогда вставали вопросы, неужели, когда это придет время, люди, читая черным по белому написанное, все-таки пойдут и будут ставить начертания, соглашаться с программой и с дьявольскими предложениями. То есть вот здравый смысл говорит, что так не может быть. Тогда, когда уже эта тема, эта ситуация дышит нам в лицо, то так хочется, чтобы мы для себя сейчас поняли, что те вопросы, которые вы задаете, они, во-первых, искренние, во-вторых, они разноплановые, в-третьих, они действительно во многом глубокие вопросы, поэтому мне приходится отвечать не две минуты. Но в данном случае, опять же, нужна база, чтобы понять ответ. Вот это, друзья, тоже хочется, чтобы мы для себя это тоже услышали, потому что если нет базы, то я беру только несколько процентов от услышанного, потому как все остальное остается для меня высшей математикой. Соответственно, чем больше мы базу строим, тем больше мы владеем вообще текстами писания, тем ярче и легче выстраивается у нас картина вот этого последнего времени. Соответственно, те вопросы, которые дальше звучат, я сейчас буду их тоже озвучивать, и напоминаю, что мы их собрали после программ по последнему времени в комментариях и ВКонтакте, где вы их оставляли. Лучше, конечно, целенаправленно их там ВКонтакте писать, где у нас вообще доступ к вопросам, бывает ли вас, чтобы мы могли это не собирать по комментариям, потому что это бывает непросто. Итак, Инна, ваш вопрос. Что значит труба? Это инструмент в духовном мире, если есть такое значение. Ангелы трубили в трубы. Значение трубы очень для многих стран имеет такие знаковые вещи. Если труба прозвучала, то надо было собираться на войну, допустим. Во время войны, если звучит труба, это либо отходить надо, либо наоборот наступать, в зависимости от того, какой был звук. Если это был стан израильский, то им надо было тоже по трубе поднять стан и двинуться, либо наоборот остановиться и уже распаковывать свои, что называется, узлы. И таким образом труба, она всегда сопровождала раньше жизнь человека, и при мирном его существовании, и тем более при военном. И какие-то ключевые этапы обозначались трубой. То есть если труба прозвучала, то значит будет новый этап. Либо остановка, либо наоборот движение, либо война, либо наступление, либо отступление, либо обед, либо сон. То есть вот труба определяла новое состояние для человека. И поэтому для книги «Откровения» труба имеет тот же самый смысл. Когда прозвучала труба, наступает новый сезон чего-либо. То есть событий, которым Бог определил быть, либо позволил быть, потому что многие из них это результат человеческих действий, либо зла человеческого, которое стало изобретательным к концу времен. То есть отмашка, да, наступает отмашка, что можно действовать. Духовный мир весь слышит трубу, звучание трубы. Что интересно, мы можем сейчас наблюдать, насколько это ролики, которые поступают в Ютубе, и можно их обнаружить при звуке трубы. Например, в Китае накануне всех вот этих событий звучала труба. И можно было видеть ее даже вот в интернетном пространстве. Когда-то там пару лет назад или год назад я видела такой же самый ролик об Израиле. Когда там звучала труба, и все люди слышали, вышли на балкон и слушали эту трубу. Что это для нас, да? Отголоски одной и той же трубы в разных местах, либо это те трубы, которые мы читаем в Откровении. Но для этого я хочу сделать отдельные программы, друзья, по трубам, потому что на самом деле стоит их разобрать. Сразу же забегая вперед, хочу сказать, что не будет опять же той линейности, которую нам так хочется видеть в нашей логике. Потому что то, что мы видим Божью работу, она, во-первых, фрагментарно может проходить по разным частям света, и поэтому нас это может не сразу захватить, а только косвенно, каким-то образом информационные, новостные каналы могут дать нам понимание, что это было в истории, и мы таким образом обнаруживаем трубу. Но в любом случае звук трубы – это оповещение нового этапа, нового сезона или новых состояний, которые определяет Бог к старту. И каждый раз труба оповещает. Поэтому семь труб – это семь сезонов, которые для человечества определены. Как в истории человечества они могли быть, так и на концовке. Поэтому об этом мы будем говорить дальше. Но я имею в виду не сегодня. Инга, вернее, Анна, ваш вопрос. Это была Инга, да, а теперь Анна. Объясните, пожалуйста, как разные ДНК смешиваются человека и животного, и даже падших людей, если это удобно в эфире. Ну, я не вижу здесь ограничений в эфире, чтобы отвечать на ваши вопросы, потому что раз это волнует вас, значит, это волнует еще кого-то. На самом деле мы сегодня знаем только отчасти, каких уже достижений, каким достижением могли прийти люди за это время. Я слышала информацию от конкретных людей, которые занимались этой системой, биологического внедрения или изучения ДНК, как можно что с чем смешать. Но я хочу сейчас больше обратиться, наверное, к истории, чем к современности. Потому что все, что было на старте человечества, то будет иметь и в завершении это же самое. Потому что к концу времен люди не стали умней, как многим кажется, от того, что столько изобретений пришло. Надо не забывать, что мы сегодня на платформе всего человечества. И все, что изобреталось раньше, то в наше время это просто усовершенствуется, куда-то продвигается, и нам кажется, мы такие все умные. На самом деле то, что было раньше, и продвижение предыдущих поколений, на самом старте, там были глобальные шаги, как они шагали, а у нас уже маленькие достижения, но к имеющимся тем шагам. Поэтому у нас сегодня, кажется, колоссальный прогресс. Но что касается Ветхого Завета, и особенно книги Бытие, до того, что было до потопа, для нас это очень важно. Я, кстати, как-то говорила проповедь, тайны допотопного времени. Вот там я этого касалась. Потому что на самом деле эти тайны, надо понимать, они сегодня тоже распечатываются. Так как, как было во дне Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Значит, все, что было во дне Ноя, сегодня к нам имеет прямое отношение. Соответственно, мы сейчас читаем из Бытие, 6 глава. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли, помышления сердца, их были зло во всякое время». Текст знакомый, но здесь не все нам понятно по сути вещей, как Сыны Божьи заходили к дочерям человеческим, как ангельская природа могла воплотиться в физическое тело. На самом деле, если вы посмотрите, опять же подлинник, но я сейчас не буду разбирать само слово, вот эту плоть человека, но стоит за этим словом «жилище». Жилище. И если мы живем в теле, наш дух живет в теле, и тело наше – жилище для духа, то послание Иуды, где написано, что ангелы, которые соблюдаются до дня суда в узах, те, которые оставили жилища свои, вот в этом-то и суть, они оставили те тела, чтобы войти в тело человеческое. То есть у них произошла какая-то трансформация того, что и сегодня мы называем, кстати, одержимостью те вещи, когда духовный мир может обладевать волей человека. И мы это видим, как это бывает. Человек остается в теле, но воля его порабощена духовной природой. И мы называем этих людей нездоровыми на психическом уровне, их удаляют от людей, потому что они становятся неадекватными в своем поведении, а в основном это все то, что одержимо нечистым духом. Но что касается в данном случае, здесь соединение с человеческой природой внесло туда какую-то работу на ДНК, потому что стали рождаться исполины, то есть люди гигантских размеров. И если просматривать книгу «Иноха», то там очень много интереснейших вещей, что это за исполины, как они выглядели, каких они были размеров. То есть можно доверять, можно не доверять, потому что книга «Иноха» не входит в канонические, но однако послание Иуды, которое я сейчас процитировала, а там всего лишь одна глава, и там есть ссылка на книгу «Иноха». Поэтому мы все-таки туда можем обращаться за какими-то интересными фактами. И там мы видим, что это соединение произошло на уровне ДНК. Значит, и сейчас оно может происходить. И я просто одну направленность такую вам подкину. Когда называют люди кого-то голубых кровей, что имеется в виду? Потому что все знают, что у человека не голубая кровь, голубых кровей, это какая-то холодная кровь. Так вот это слияние с теми сущностями, сущностями, которые называются как раз хладнокровные, то есть пресмыкающиеся. Это змеи, это драконовская природа и прочие вещи. То есть это то, как образом, к чему является сам дьявол. Поэтому слияние вот с этой природой, хладнокровие, в физическом мире, либо это в ритуалах сатанинских это присутствует, оно там присутствует, в масонских оно там присутствует. Вот это изменение на уровне ДНК, изменение на уровне группы крови происходит у людей. Как? Ну я вам здесь не могу сказать биологически, я просто говорю сейчас о духовной составляющей, что это может иметь место в жизни. И как было во дни Ноя, так и в наши дни это все обострено. Там те ангелы оказались закованы в оковы, и они ждут, ждут суда. Но здесь мы видим, что люди заразились этим. Они стали нести в себе эту природу. И сейчас именно люди зараженные могут представлять, как элиту так называемую, ту, которую дьявол и будет использовать в своих планах. Вот то, что мы читали в 13 главе книги Откровения, или в 15 уже, в 17 вернее, где 10 рогов. Вот это как раз те, которые заражены подобной природой. И то, что здесь написано велико развращение человеков на земле, то имеется в виду, что развращение не в плане только блуда, а развращение ума, развращение отношений, развращение здравого смысла, когда мы сегодня видим ювенальную юстицию, забирают детей из нормальных, здоровых семей, чтобы отдать однополым. Вот это развращение, понимаете, развращение ума на уровне законов, которые принимаются и проходят эти законы, как будто бы нормальные. Если открутить несколько десятков лет назад, то тогда волосы бы шевелились на голове. А сегодня люди считают, ну, сделали закон, приняли и приняли. Главное, чтобы меня это не коснулось. Но, однако, касается. Детей начинают забирать у здоровых полноценных семей, когда даже близко нет насилия, о котором, может быть, какой-то ребенок где-то пожаловался. И такие вещи уже мы имеем в практике жизни в других странах. И, наверное, в нашей тоже где-то подобные вещи происходят. Поэтому вот об этом великом развращении шла речь во дни Ноя. И сейчас это имеет место быть. Следующий вопрос. Лариса ваша. Как я поняла, смотрела, что вакцину с чипом будут ставить насильно, привозить под конвоем, как избежать этого? Говорят, уехать в деревню. Что нам, верующим, делать? Из-за этого у меня страхи, не веря, у меня еще дети и не с Господом. И я не в лучшем состоянии. Значит, я уже потерянный человек. И все так близко. И божьи суды, и чипы, и я в унынии. Знаете, Лариса, вы, интересно, несколько позиций в своем вопросе обозначили. Я верующий человек, но у меня неверие. Так вы определитесь. Если вы верующий человек, то во что верите? Если вы просто принадлежность к церкви имели, а еще не определялись, во что верите, вот теперь пора это сделать. Определиться, во что же я верю, в какого Бога я уверовал, какой для меня Бог. Если для вас он из образа вашего отца, если с вашим отцом не сложились отношения, и также вы транслируете теперь этот образ на небесного отца, у вас никогда с ним не сложатся отношения. Поэтому надо отделить, простив отца физического, отказаться от того опыта унижения, который вы могли иметь в своей жизни, и которое вас привело в угол определенный сейчас уже по позиции жизни. И ваши дети могли иметь эту же проблему в своей семье, как продолжение, не знаю, какие отношения у вашего мужа были с вашими детьми. И вот эта вся траектория и проекция, которую вы в своей жизни могли иметь, она отразилась на ваши отношения с Богом и на вашу самооценку. И отсюда у вас сейчас такая боль и крик вашей души. Поэтому я вам могу рекомендовать те курсы, которые у нас есть на нашем сайте, где миссия Свет Христа, рубрика «Помощь для вас». Пройдите глубоко и по прощению, и по самооценке своей, по одиночеству, по депрессиям, по всем состояниям, которые связаны со страхами. Пройдите глубоко, потому что время пока еще есть. Воспользуйтесь им. Не оставайтесь в стороне от возможностей, которые есть. От того, что вы будете бояться, это вас не обойдет, а наоборот притянется. Но страхи изгоняются верой, которая питается от Божьего слова. И если вы будете питаться сейчас полноценным Божьим словом и с тех проповедей, которые вы слышите, но больше всего с прочитанного слова, задавайте Богу вопросы, задавайте нам вопросы, чтобы мы могли вам отвечать. Либо попадайте в домашнюю группу, либо войдите в группу Zoom по разбору Библии, которая сейчас у нас тоже присутствует. В любом случае, я хочу, чтобы вы для себя поняли, что ваше спасение в вашем решении, в ваших руках и в свободе от всяких страхов. То, что здесь предлагается, как вариант, что будут насильно. Вы знаете, никто насильно вас не сможет чипировать или там написать начертания, потому как выбор дьявол нарушить не может. С другой стороны, если какие-то устрашения будут на вас направлять, тут ваша вера прогонит страх. Если ее там нет, страха не прогнать, и вы становитесь марионеткой. Поэтому сейчас мы говорим о внутреннем мире, о вашей позиции твердой. И на самом деле, когда эта твердая позиция определена, у вас могут быть просто ограничения какие-то, потому что людям, которые не сделают те или те мероприятия и вакцины в частности, могут не пропускать через границу, могут, допустим, здесь тоже ограничивать какие-то права и возможности. Вот здесь, да, ущемления определенные могут приходить вплоть до того, что нельзя будет ни купить, ни продать, когда мы уже говорим о начертаниях как способ к жизни, потому что нельзя будет ни купить, ни продать без этого. Соответственно, вот эти все ограничители, где так нужен живой Бог и живые отношения. Соответственно, сейчас время не потеряйте и, молясь о своих детях, не запугивайте их, а сами сначала выйдите из страха. И когда вы сами выйдете из страха и будете молиться с этой позиции за детей, то вы их приобретете, а не потеряете, потому что они увидят в вас здравый смысл. Когда вы сейчас живете в страхе, а они не знают этой информации и они не хотят ее слышать, чтобы так же не попасть под страх, то это, с одной стороны, конечно, не выход, но, с другой стороны, они для себя выбирают как выход, потому что они видят, что вы тоже боитесь. Но тогда, когда вы получите платформу под ноги, когда вы сами будете уверенно смотреть в будущее, когда ваши отношения с Богом будут живы, вы попадаете в зону Царства Божьего, где мир, где праведность, где радость. И вот в этом состоянии уже вызовутся вопросы у тех, кто рядом с вами, как ты жила в страхе, а теперь в полном покое, откуда. И вот тут уже ваше слово будет иметь другой вес. Благословляю вас, Лариса. Определиться, в какого Бога вы верите. И местописание, которое я хочу вам прочитать, также для основания, и то, что я уже озвучивала раньше, это Исаия, 26 глава, 20 стиха, но я начну с 19 в данном случае. В какого Бога вы верите? Смотрите, Бог нам говорит в Исаии, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахи, ибо роса твоя, роса растений, земля извергнет мертвецов». То есть на момент вознесения сначала мертвецы поднимаются. Мы читаем это в Новом Завете, мы читаем это в Откровении, читаем это теперь и у Исаии. Посмотрите, одна и та же линия. «Пойди, народ мой, в покое твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе пройдет гнев». Господь предлагает своей невесте, своей церкви укрыться на мгновение. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Вот мы видим четкие программы Божьи, которые прописаны, что и мертвецы поднимутся, и кровь, которая была как будто бы не востребована, то есть можно было обойти, другого подставить, чтобы он сел за пролитую кровь. Либо кто-то думал, отсидел, теперь все нормально. Вот, кровь будет взята от земли, как голос, потому что здесь откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Поэтому, Лариса, проверьте, в какого Бога вы верите, проверьте ваше основание веры и освободитесь от всех страхов. В помощь вам рубрика «Помощь для вас. Как освободиться от страха». Марина, ваш вопрос. Как вы думаете, наше поколение увидит возвращение Христа? Думаю, что да. Мы очень близко подошли к таким событиям, которые годами и десятилетиями вообще даже не представляли, как это будет. Сейчас мы уже просто видим, реально на наших глазах они осуществляются. Что называть поколением, конечно. Люди разного возраста могут сейчас так же уходить, как и в предыдущие годы. Но в любом случае поколение людей, которые живут рядом с нами сегодня молодежь или средние годы, да, они увидят. Еще один вопрос от другой Марины. Будет ли еще возможность людям покаяться после восхищения? На мой взгляд, эта возможность только усилится. Почему? Потому что, когда придет реально то, о чем слышали, но над чем смеялись, либо думали, что это слишком еще не близко, а далеко, то это отрезвит многих. Потому что сегодня, так сказать, чтобы люди вообще были без информации, вряд ли. Потому что сегодня Земля наполнена ведением, как дно морское наполнено водой. Уж сегодня информационное поле в большом объеме. Соответственно, когда оно в таком масштабе вокруг нас, это море ведения, информации, конечно, мы берем то, что нам считается справедливым и важным. Кто-то в эту сторону не смотрит, но все равно его как-то это догоняет. Соответственно, когда произойдет вознесение церкви, это же исчезнет не один, не два человека, а исчезнут тысячи людей. И когда тысячи людей исчезнут, это же будут чьи-то родственники, чьи-то мужья и жены, чьи-то дети или родители, чьи-то начальники или работники. Поэтому это будет так очевидно, что нельзя будет на это закрыть глаза. Но плюс к тому, информация, которая будет литься в этот момент с источников информационных, СМИ, она будет, конечно же, лживая. Инопланетяне запрали, люди куда-то там исчезли, это вот сейчас вот мы тут защитимся, нам главное вот сейчас всех под контроль взять. Опять своя будет тема, потому что дьявол точно знает, что произошло, а людям надо внести теперь лживую информацию. Поэтому те, которые точно знали, что Бог предупреждал, а они не подготовились, это будет однозначное пробуждение, преображение. То есть это люди, которые уже носители живой веры, но которую не развивали, Духа Святого, которому не дали разгореться. Соответственно, вот с такими людьми произойдет очень сильная трансформация в этот момент, после чего они станут сильными евангелистами, они пойдут говорить другим людям, что делать, что не делать. И вот это уже будет волна, которая, конечно, захватит многих. Единственное, что путь жизни в это время будет уже другим. И итог тоже, перехода с земли через определенные санкции, если так можно сказать, это отсечение головы, то есть гильотина, которые уже сегодня тоже, кстати, приготовлены. И вот посмотрите, что я прочитаю с Откровения 15 главы. «И увидел я новое знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Вот эти чаши, которые начинают изливаться. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют песть Моисея, раба Божьего, песть Агнца, победившие зверя». Помните, я говорила в одной из программ, что те, которых Он победил, это 13 глава, а здесь мы читаем из 15 главы, победившие зверя. Так получается, когда Он победил, Он убить смог, но Христос предупреждал, не бойтесь того, кто может убить тело ваше, но души повредить не может. Поэтому, если мы сохраняем веру в живого Бога, то на этом этапе Он не сказал, что я вас сохраню в вашей жизни. Поэтому я уже сохраню вас для вечности. Поэтому здесь, на земле, почему Он заберет жизнь своих святых даже таким путем? Потому что чаши гнева будут изливаться на остальных. И поэтому Он всех заберет отсюда. Одних путем вознесения, других через убиение, но все равно, друзья, первая церковь, она вся прошла через это. И сегодняшняя церковь, она не будет в таких кисейных условиях, она тоже формируется в непростых обстоятельствах. И финиш церкви, завершающий этап, тоже не будет простым, но очень удивительным по своему итогу. Потому что мы видим вот эту картину, 15 главу, поют письма Исея, раба Божьего, письма Агнца, когда сливается и Ветхий и Новый Завет, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». То есть люди все равно преклонятся перед Богом, но не как перед Спасителем, а перед Судьей. Вы знаете, это печально. Печально. Поэтому лучше успеть поклониться Ему, как Спасителю. Потому что перед Судьей уже вынужден будешь поклониться. «Ибо открылись суды Твои, после сего взглянул я, и вот отверзся храм скини из свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами, и одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Вот это то, что будет происходить уже на земле, когда все святые будут взяты отсюда уже после покаяния, произошедшего после вознесения. Вот много, много после, да? Но в любом случае я хочу сейчас каждого из нас благословить. Вы знаете, Бог ничего не дает сверхсил. Если Он даст проходить кому-то вот этот финиш человечества таким образом, то имейте в виду, страха их не бойтесь. Потому что нам сейчас важно понять, что ради Христа, который такой живой, такой вечный, такой удивительный, и Он будет рядом проходить с этими людьми такие события. Поэтому будет уходить страх, а приходить великая сила и дерзновение. Поэтому сейчас не надо жить в этом страхе ожидания. Потому что то, чего ожидаем, то притягиваем. Поэтому нам лучше надо сейчас взирать на того, который говорит, а вы восклоните ваше голову, посмотрите, я скоро возвращаюсь. Поэтому готовьтесь, наливайтесь маслом, запасайтесь им, берите мое слово, читайте его каждый день, обращайтесь ко мне за ответами. Я готов разговаривать с вами лично. Я хочу вас поднять сейчас и подготовить ко встрече, потому что там уже времени не будет, а сейчас оно еще есть. Небесный Отец, я молюсь сейчас за каждого человека. Я прошу тебя, чтобы те страхи, которые навязываются даже самими фактами, которые на самом деле будут, но нам так важно понимать, что атмосфера того времени, она в тебе, мы сокрыты в тебе, и ты один только знаешь, как провести нас, как ты проводил первых христиан, как ты проводил в средневековье, как ты сохранял драгоценное семя, и ты знаешь, как ты сохранишь каждого из нас и в этот сезон. Поэтому мы сейчас молимся, мы тебя просим и говорим, Боже, сохрани нас и детей наших, и внуков наших, мы вводим под твой покров, и каждый раз, когда мы принимаем причастие, даже в домах наших, мы это делаем под защиту, крыл твоих, поднимая и детей своих, и самих себя, и говорим, сохрани нас во все дни жизни, до скончания века, под твоим покровом, в твоей безопасности, и полнота дней жизни, мы принимаем ее от тебя, во имя Иисуса Христа, аминь. Всего доброго, друзья, до новых встреч, еще пока не все вопросы ваши озвучены, но я поступательно иду, чтобы их все закрыть для каждого из нас, поэтому программы продолжаются, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова